Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, студия Либо-либо и специальный белорусский сезон подкаста «Закат Империи». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок. То, чего нету в учебниках истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для тех, кто не может попасть на лекции, я призываю подписываться на Boost, Patreon, закрытый телеграм-канал нашей студии и подписку Либо-либо Плюс в Apple подкастах, потому что там мы эти лекции выложим, но чуть-чуть попозже. А еще напоминаю, что есть курс на Страдариуме, который я начну скоро вести про русскую революцию для детей, подростков и взрослых. Ссылка тоже в описании. И у этого выпуска есть партнер, подписной книжный сервис Bookmade, с которым мы сделаем в середине выпуска специальную рубрику, в которой будем рекомендовать вам книжки. Конец сентября 1897 года. Канун, Йом-Кипур, судного дня, дни поста и покаяния. Окраина Вильны, современного Вильнюса. Деревянные дома, узкие улицы, пасмурно, цепет мелкий осенний дождь. Если мы понаблюдаем за одним из домов тут, точнее даже не за самим домом, а за его флигелем, то обнаружим нечто таинственное. Три дня подряд сюда с осторожностью, разными маршрутами приходят утром и уходят вечером люди, одни и те же 13 человек. Если тихонько приблизиться к флигелю и попробовать прислушаться, то вы почти ничего не услышите, разве что тихий, очень тихий разговор. И кажется, он ведется на идише. Разговор этот идет о том, что рабочих везде притесняют капиталисты при полной поддержке царя и правительства. Что здесь, в западном крае, уже есть множество еврейских рабочих организаций, которые заняты одним и тем же борьбой за права рабочих. Что разногласий между этими организациями, идеологических, политических почти нет, но все пока что действуют несогласованно. И чаще всех прочих собравшиеся смотрят на одного человека, он кажется еще тише всех прочих. Он кажется безэмоциональным и даже флигматичным, но в нем явно чувствуется какая-то особенная сила. Иногда также тихо ставятся на голосование вопросы, и резолюции также тихо принимаются, почти без дискуссий и споров, потому что все со всеми согласны. Это тихое собрание, первый учредительный съезд новой партии, которая в итоге получит название «Всеобщий еврейский союз в Литве, Польше и России» или на идише «Algemeiner Yiddischer Arbaites Bund in Lite Polen und Russland» или кратко просто «Бунд» — «Союз». А человека, которого слушают больше других, зовут Аарон Кремер, и он будет считаться отцом этой партии. Бунд, созданный в эти дни, — это партия еврейская, рабочая, социал-демократическая, марксистская. На момент создания и следующие несколько лет Бунд будет вообще самой крупной и сильной партией в империи. Партия эсеров, главная революционная партия страны, появится только через пять лет. Партия РСДРП, ну то есть партия Плеханова, Мартова и Ленина, тоже еще не создана, а когда она возникнет, то первые годы будут практически виртуальны, существовать только на бумаге. Бунд же с самого начала имел большую поддержку на земле, множество сторонников и активных отделений в разных городах. Имел и деньги, и газеты, и оружие. Крупный полицейский чиновник Александр Спиридович писал, что Бунд был «крепкой, хорошо законспирированной организацией, спаянной еврейским фанатизмом, жаргоном и ненавистью к русскому правительству». Жаргоном он тут называет язык евреев, идиш. И да, партия Бунд будет стоять просто поперек горла у российской полиции. Но не только у полиции. Еще, например, у Ленина. Потому что марксистский Бунд будет настолько крупной партией, что без него, без Бунда невозможно будет создать общероссийскую марксистскую социалистическую партию. Но если Бунд впустить во всероссийскую социалистическую партию, то Ленин внутри этой партии окажется в меньшинстве. А Ленину от партии требовалась дисциплина и повиновение. Как же так вышло, что самой крупной, самой активной, самой организованной партией в Российской империи в конце 19-го, начале 20-го века была именно еврейская рабочая партия. Больше того, не просто самой крупной и активной, а первые несколько лет буквально единственной крупной и активной. Ну а в западном крае просто доминирующей. Ну, пожалуй, тут надо сказать, что вообще-то в России в свое время была одна крупная активная социалистическая партия. Народная воля она называлась. Но эта партия существовала давно, в 70-х, 80-х годах 19-го века. Они устраивали теракты, ходили в народ, развернули деятельность по всей империи, убили царя. Да, все это так, но их время прошло. Во время правления папы Николая II, Александра III, за эту партию взялись серьез, кого-то посадили, кого-то выдавили из страны, и за интеллигенцией в центрах империи стали следить довольно сильно. Вот Николай Судзиловский, про которого я рассказывал на прошлой неделе, он как раз из того поколения. Итак, да, вся страна вроде как зачищена, но к самому концу 19-го века начало подрастать новое поколение. И это новое поколение тоже потихоньку начало разворачивать деятельность. Те же Ленин с Юлией Мартовым в 1895 году, то есть за три года до создания партии Бунд, создали в Питере свою организацию – Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Так вот, к этому времени, ну то есть к 1895 году, уже во всем западном крае было множество подобных рабочих организаций. Настолько много, что они начинают объединяться в партию. Да, и как же так вышло? В столицах почти ничего нет, а в западном крае много. Ну, тут надо сказать, что, конечно, полиция за столицами следила гораздо сильнее, чем за западным краем. И тогда возникает второй вопрос. Ну хорошо, полиция здесь, допустим, следит поменьше. Но почему тогда именно евреи создали свою партию? Почему ни белорусы, ни литовцы, ни украинцы? А вот почему. Во-первых, белорусы, литовцы и украинцы живут, по большей части, на селе. А евреи живут только в городах. В городах проще сорганизоваться. Во-вторых, у евреев было принято обязательно учить своих детей грамоте. Ну да, по большей части их учили в религиозных школах при синагогах, но все равно уровень грамотности среди евреев был близок к стопроцентному. И даже начальное образование дает некоторую сознательность. В-третьих, в городах в это время активно идет индустриализация. Растут заводы и фабрики. На фабриках нужны рабочие руки. И евреев нанимать проще всего. Они живут прямо тут, в городе. И живут бедно, и готовы работать. А при работе на фабрике очень хорошо видна классовая несправедливость. Все по Марксу. Вот что писал чуть-чуть позже Аарон Кремер, отец партии Бунд. Концентрация пролетариата является удобной почвой для движения. Если бы капитализм мог постоянно удовлетворять рабочего в его ежедневных потребностях, то такое соединение не играло бы революционной роли. Но капитализм постоянно вынуждает предпринимателей стремиться к увеличению прибавочной стоимости и к мелочной борьбе с пролетариатом. Эта борьба неизбежно является тем самым воспитательным фактором, который действует на рабочую массу и делает ее одной из главных сил, подрывающих этот строй. Я вам перечислил три причины, по которым еврейский пролетариат смог к концу XIX века стать самой внушительной политической оппозиционной силой в западном крае империи. Но не упомянул главную причину. А она, собственно, в том, что евреи в Российской империи были дискриминированы в правах больше, чем кто бы то ни было еще. И дискриминация эта была такой прямой, недвусмысленной, даже архаичной, что не просто вызывало возмущение всего мира. Даже царские министры регулярно приходили к Николаю II с просьбами отменить эту дискриминацию, но, впрочем, безрезультатно. Чего нельзя было евреям? Ну, загибайте пальцы. Евреям нельзя было жить в сельской местности. Вы думали, почему я сказал, что они жили только в городах? А им запрещено было жить не в городах. А в городах они жили очень бедно, скучно, конкурируя друг с другом за ту немногую работу, какая есть в городах в XIX веке. Дальше. Для евреев были установлены квоты на обучение в гимназиях, школах и университетах. То есть, да, мы согнали вас в города, а вы пытаетесь за счет образования вырваться из бедности? Ну, получите квоты. Не больше 10% мест в университетах и гимназиях, а в столице не больше 3%. И это при том, что тут, в западном крае, в крупных городах, до половины населения было евреями, а в мелких – того больше. Идем дальше. Продолжаем загибать пальцы. Не больше 5% евреев врачей допускалось иметь в армии. Евреям фактически запрещено было избираться в органы местного самоуправления. Евреям было фактически нельзя поступать на госслужбу. Ну и, наконец, самая знаменитая и самая одиозная мера – черта оседлости. Это настоящая административная граница внутри Российской империи. Она проходила по восточной границе Витебской, Могилевской, Черниговской, Полтавской и Екатеринославской губерний. Восточнее этой границы, ну то есть, грубо говоря, на территории нынешней Российской Федерации, евреям жить просто запрещалось. Там можно было получить право жить вне черты оседлости, если получить высшее образование, например, если стать купцом первой гильдии, если стать дворянином. Были еще некоторые исключения, но вы понимаете, что такое право получали единицы. Все остальные жили в нищете, искученности, в городках и местечках нынешней Литвы, Белоруссии, Украины и Польши. В 1897 году, когда и был создан бунт, около половины евреев в черте оседлости по статистике были безработными. И на любую новую фабрику стояла очередь евреев, готовых работать прямо сегодня. Короче говоря, положение евреев в России было просто чудовищным. И это я еще не говорил про погромы. А вот эти все ограничения были совершенно неприличными даже по тем временам. И к тому же эти ограничения были не по национальному или расовому признаку, а по религиозному. Евреем считался тот, кто исповедовал иудаизм. То есть это реально средневековье какое-то. Изо всех этих мер репутация Российской империи на Западе была прям реально низкой. Тут, может, кто-то вспомнит про США. Да, у нас же любят США чуть что вспоминать. И да, в США действительно существовало в то время множество расовых ограничений де-факто. Была сегрегация, были ограничения на уровне штатов. Все было и правда плохо, но на федеральном уровне с этим уже начали бороться. 14-я поправка Конституции, которая прямо говорила о равенстве прав всех граждан, была принята еще за 30 лет до описываемых событий. Но и да, США совсем не та страна, с которой стоит брать пример вообще-то. Берите пример с Швейцарии или вон с Дании. Короче, евреи в Российской империи были дискриминированными, забитыми и бедными. Николай Врангель, отец того самого барона Врангеля, который долго жил и работал в Западном крае, так вот описывал жизнь евреев в черте оседлости. Бледные, малокровные, увядшие, одетые в длинные грязные кафтаны, с узкими полосками спускавшихся с висков волос, которые висели ниже ушей. Эти несчастные гонимые люди с опаской пробирались по городу, подобострастно снимая шапку перед каждым чиновником. Никто не подозревал, что они могут объединиться и сделать партию, которая будет влиять на всю политику в Западном крае. «Сюрприз», как бы говорит тихим, безэмоциональным и флегматичным голосом Аарон Кремер. Аарон Кремер родился в 1865 году в Свинтянах, сейчас-то Швинчонис, город почти на границе Литвы и Беларуси. Его отец был религиозен, но одновременно был сторонником просвещения, то есть светского образования, и изучал физику и геометрию вместе с Талмудом. Отец работал школьным учителем в Свинтянах, и Аарон, после того, как закончил здесь школу, в 12 лет поступил в реальную школу в Вильне. Реальная школа — это такой термин, это как бы средняя школа просто, в которой, в отличие от гимназии, больше внимания уделялось естественным наукам. Да, в общем, учился он в Вильне в реальной школе, жил у дяди, и, конечно, очень бедно тогда жил. Будущая жена Аарона описывала позже его жизнь через слова «нищета и лишение», и вспоминала, что порой Аарон шел спать пораньше, чтобы не чувствовать голода вечером и не засыпать при ночном холоде. Закончив школу, Аарон поступил в технологический институт в Петербурге. Напомню, квота для евреев — 3%. Фактически это означает, что Аарон закончил школу не просто с золотой медалью, а пробился через сито других золотых медалистов-евреев. Он проучился в технологическом институте один год, затем отслужил в армии. Тут, честно говоря, история темная. Нам не удалось найти, почему он из института попал в армию. В общем, после армии он продолжил образование в Рижском политехническом институте и, кажется, вот примерно в это время сменил свое имя на Аркадий, и под этим именем он и остался в истории, собственно говоря, но я буду продолжать называть его по-настоящему имени. Значит, поступил Аарон Кремер в институт в Риге в 1888 году и почти сразу попал под арест, потому что связался там с польскими социалистами. Полгода Аарон провел в тюрьме, затем был выслан в Вильню, где находился под полицейским надзором. Ну, то есть он должен был отмечаться в полиции и не имел права уезжать из города. И вот тут, в Вильне, 23-летний Аарон сразу стал участвовать в рабочем движении и быстро выдвинулся на первые места. Цемах Капельзон, который тут до этого был лидером, вот что писал про Аарона Кремера. В то время он был поистине хорошо образованным молодым человеком. Мудрым, остроумным, добродушным, но также часто и очень строгим, очень эффективным, способным к неустанному труду. Его популярность росла очень быстро, и практически все, все без исключения считали его лидером организации. А вот Юлий Мартов, один из будущих лидеров Всероссийской социалистической партии, который знал в то время Аарона, писал про него так. Его ясный ум, последовательность в том, что касалось конспирации, таланта организатора подпольной деятельности, все это давало ему необходимый для роли руководителя авторитет. Аарон организовал еженедельные конспиративные встречи актива, где они планировали работу, продумывали агитацию, организовывали новые группы рабочих, печатали на примитивных копировальных аппаратах листовки и другую литературу, и затем распространяли ее. Аарон без каких-либо сомнений брал на себя самую тяжелую и самую опасную работу. Он не был большим оратором никогда, агитация тоже скорее было дело не его, он не производил впечатления пламенного борца или вдохновенного революционера, но он был прирожденным организатором. Говорил он редко и по делу, но когда говорил, то все к нему прислушивались. И Аарон никогда не собирался делать особенную какую-то отдельную еврейскую партию. Он был настоящим марксистом, и дело освобождения рабочего класса всего мира занимало его гораздо больше, чем борьба одного только еврейского народа за свои права. Когда капитализм будет побежден, то евреи вместе со всеми остальными нациями освободятся, так что стоит лучше заниматься сразу основной задачей, а не распыляться по отдельным задачам. Надо бить главного врага. Аарон пишет программную статью, которую редактирует Юлий Мартов. Называется она «Об агитации», и в этой статье нет ни единого слова о положении евреев. Аарон говорит только о положении рабочих вообще. Я вам, кстати говоря, именно эту статью и цитировал чуть раньше, что характерно она написана не на идише, а по-русски. И там, в этой статье, Аарон объясняет, какую тактику нам надо использовать. Потому что, смотрите, рабочие пока что несознательны. Их сложно агитировать за свержение самодержавия и борьбу с капиталом. Они все думают, что царь хороший, а вот владелец завода, конечно, негодяй. Так вот, нужно показать рабочим, что капиталисты, полиция, правительство и царь – это элементы одной и той же системы. А как это сделать? И вот Аарон говорит, нужно, чтобы рабочие постоянно требовали у начальства не только крупных вещей, типа там, восьмичасового рабочего дня, а удовлетворение самых простых жалоб. Ну вот, типа, руку кому-нибудь старым станком повредило, или там, мастер цеха обманул рабочих, или там, наложили несправедливый штраф. И вот что будет дальше, объясняет Аарон в своей статье. В сознании всей правоты своего требования рабочие сначала держатся спокойно, уверенные в том, что все должны быть на их стороне, все должны им сочувствовать. Ведь все это так просто, требования их так ясны, притеснения так несправедливы. Они отправляют депутацию к фабричному инспектору. Он, наверное, им поможет, ведь он их защитник, он знает все законы, а законы, наверное, говорят в их пользу. Точно ушатым холодной воды обливает их инспектор. В законах ничего об этом нет, фабрикант стоит на вполне законной почве, ничего не могу сделать. Дверь закрывается перед носом. Как? Чтобы законы за нас не заступились, быть этого не может, чтобы нас не защищал наш батюшка. Инспектор подкуплен фабрикантом, он врет, нахально врет. Рабочие пробуют другие пути. Везде отказ, кое-где с угрозой, которая скоро принимает реальные формы. В помощь фабрикантам посылаются войска. Рабочие получают первый урок политической науки, гласящий, что право на стороне сильного, что против организованной силы капитала должна выступить организованная же сила труда. Вильно, где живет Аарон, это один из самых крупных городов западного края. Здесь быстро растет промышленность. В других городах внутри чертоседлости происходят похожие процессы. Это же западная часть империи, наиболее урбанизированная. Здесь самая густая железнодорожная сеть. Здесь ближе всего к Европе, к портам Балтийского и Черного морей. И поэтому тут индустриализация, а значит и рабочее движение, развивается быстрее всего. Группы, подобные Виленской, возникают везде. В Витебске, Варшаве, Минске, Белостоке, Гомеле и так далее. И поскольку тут, в западной части империи, в городах куча евреев, то во всех этих рабочих организациях есть евреи, а кое-где это вообще чисто еврейские рабочие группы. Появляется все больше и больше нелегальных газет и брошюр, как на русском, так и на идише. Рабочие все больше убеждаются, что правительство в спорах между рабочими и владельцами заводов всегда на стороне капиталистов. Проходят первые забастовки, которые гасят полиция, и с каждым месяцем, с каждым годом социалистическое течение все ширится. А Вильна – это центр рабочего еврейского движения западного края. Отсюда уходит нелегальная литература в Минск, Ковно, Белосток, Сморгонь и так далее. В том числе и напечатанная за границей литература, потому что Вильна – это не только издательский центр, это еще и логистический хаб. Уже в виленских религиозных школах, при синагогах подростки делятся марксистской литературой и организуют социалистические кружки. А лидер в Вильне – Аарон Кремер. И вот к 1897 году становится понятно, что всем этим местным организациям надо объединиться в большую партию. Так и возникает бунт. Аарон Кремер писал «Фактически первый съезд в Вильне не создал новой организации. Он лишь установил формально то, что фактически уже раньше существовало». На съезде избрали центральный комитет из трех человек. Туда вошли Аарон Кремер, Абрам Мутник и Якоб Левенсон. И в частности, помимо прочих организационных вопросов, отдельно на этом съезде обсуждалось отношение Бунда к будущей общероссийской марксистской социал-демократической партии. Ну то есть да, она еще пока не создана, но ведь точно должна скоро появиться, правильно же? Как вы помните, по мнению Аарона, нет смысла делать чисто еврейскую партию, которая будет бороться за права одних евреев. Надо биться за весь пролетариат против общих врагов, царя и капиталистов. Ну то есть да, мы создали Бунду, чисто еврейскую партию, ну просто потому, что западный край более развит, и потому что тут социал-демократические организации уже есть, их легко объединить, и они все тут еврейские. Так вот, на съезде было решено, что когда Всероссийская партия будет создана, то Бунт, конечно, должен войти в нее и стать внутри нее фракцией, которая специализируется по еврейскому вопросу, и тогда Бунт станет как бы такой зонтичной организацией для еврейских подпольных организаций в западном крае. Из Вильны после этого съезда Аарон поехал по городам в Минск, Гродно и Гомель. Все местные организации примыкают к Бунду. Посыльные от Бунда поехали в Николаев и Екатеринослав, это теперь Днепр, а сам Кремер едет в Петербург. Едет он в Петербург, потому что помимо вопроса о присоединении к Бунду еврейских групп, Аарон Кремер одновременно вел со всеми переговоры о создании, наконец, единой всероссийской рабочей партии. Ну пора уже, в самом деле. И в Питер, собственно, он поехал именно для этого. И так и получилось, что за зиму 97-98 несколько марксистских организаций решили, что надо собраться на общий съезд в марте, в Минске, чтобы создать всероссийскую партию. Эта партия получит название РСДРП, Российская социал-демократическая рабочая партия, то есть партия Плеханова, Мартова и Ленина, партия, которая в 17-м году придет к власти и будет править сначала Россией, а потом и СССР до самого 1991 года, которая, пройдя через несколько кризисов и переименований, в конце концов будет называться КПСС. Это специальная рубрика, которую мы делаем вместе с партнером подкаста подписным книжным сервисом Bookmade. Книжка, которую я вам хочу порекомендовать сегодня, это «Дом правительства» Юрия Слезкина. Это, с одной стороны, качественное историческое исследование, а с другой стороны, да прямо большой роман, ужасно интересный. О ком он? О вот этих самых пламенных революционерах, о большевиках, которые пришли к власти и стали властью, а вместе с властью они получили все привилегии этой власти. Это роман о них и о доме, в котором жила номенклатурная элита со спецраспределителями и закрытыми школами. И еще эта книга о том, как закаленной каторгой большевики привыкают к комфорту и одновременно привыкают к сталинским репрессиям. Я его назвал большим романом, потому что здесь прямо очень много действующих лиц. И мы можем следить за ними со времен студенчества, когда они занимаются агитацией против царя среди рабочих и доходим до вполне зрелого их возраста. И этот калейдоскоп имен в какой-то момент смешивается, и мы видим образ как бы большевика с большой буквы. Искреннего борца в юности, свято верующего в социализм и революцию, и растерянного, и запуганного взрослого, но также продолжающего верить в коммунизм. Не случайно вообще автор всю книгу сравнивает партию большевиков с христианской сектой. Это знаменитый роман. В 2018 году, когда он вышел, он вошел в кучу списков лучших книг года от New York Times до Олимон и получил несколько премий. Ссылку на книгу в приложении Bookmade мы оставим в описании этого выпуска. А Bookmade – это подписной сервис, через который вы получаете доступ сразу более к чем двумстам тысячам книг. В Bookmade можно настроить под себя шрифты и фоны, можно сформировать свою книжную полку и делиться ею с другими. У меня, кстати, есть такая полка. И если у вас еще нет Bookmade и вы живете в России, то используйте наш промокод EmpireBook. А если вы из Беларуси, то промокод BookmadeRB. Тогда вы сможете читать и слушать книги в Bookmade бесплатно в течение 45 дней, но активировать промокоды нужно до 30 июня. Как вы догадываетесь, создание партии КПСС, ну, тогда РСДРП, окутано плотным облаком разнообразных мифов. За все время существования Советского Союза, конечно, эти события перешли просто в какое-то легендарное измерение и, прямо скажем, слабо связаны с реальностью. Неизвестно в точности, кто именно был инициатором Мартовского съезда. Некоторые считают, что бунт, некоторые считают, что киевские марксисты, некоторые, что Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса. Одно можно сказать точно. Основал партию РСДРП не Ленин, как это написано в Большой Советской Энциклопедии. Ну, Большая Советская Энциклопедия, конечно, знаменита своей точностью передачи истории. Короче, Ленин никак не мог быть основателем этой партии, потому что в это время он сидел в ссылке в Сибири просто. Вот как было дело. Прямо в то самое время, когда Аарон Кремер с товарищами приходили к идее создания бунта, Ленин в Петербурге занимался примерно тем же самым, что и Аарон Кремер, только в меньших масштабах. У них с Юлием Мартовым была организация, называлась она «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», я ее упоминал. И они там в Питере тоже занимались агитацией и распространением нелегальной литературы. Но в 1895 году их выследила полиция, то ли потому, что они не обладали такими конспиративными навыками к группе Аарона Кремера, то ли потому, что за столицей полиция следила тщательнее, думаю, тут второе важнее, честно говоря. Но, в общем, и Ленина, арестовали и арестовали многих их товарищей. Так что Ленин в этот момент сидел в Сибири, а в Минске в 1898 году в результате собралось три группы. Первая группа от вот этого самого «Союза освобождения», но без Ленина. Дальше была группа от Киева, они издавали марксистскую газету «Рабочее дело». И третья группа, естественно, от Бунда. А в Минске все собрались, собственно говоря, потому что всю техническую часть этого съезда подготавливал Бунт, а Минск это вотчина Бунда. Ну и по большому счету Бунт тогда был вообще единственной организацией среди учредителей, который имел в своем составе реальных рабочих, не только заряженных интеллигентов. Вот так и вышло, что РСДРП, то есть будущая партия КПСС, родилась именно в Минске. На окраине города несколько дней подряд собиралось девять человек, в том числе, естественно, и Аарон Кремер. На самом съезде особо споров не было, потому что основная политическая дискуссия шла еще перед съездом, заранее. И дискуссия была довольно жаркой, касалась она вот чего. В партии с самого начала было две страны. Теоретики, в первую очередь Плеханов, Ленин и Струве. Теоретики — это те, кто могут по цитате из Маркса сказать, на какой странице это было написано, в каком году и по какому поводу. Значит, с другой стороны была группа практиков, и это были как раз в первую очередь бундовцы. Практики уже к этому моменту тесно общались с рабочими. Так вот, бундовцы, например, говорили, что, знаете, рабочего теорией не увлечь. Им вообще, честно говоря, свержение царя неинтересно. Просто послушайте нас. Мы с рабочими общаемся просто ежедневно. Ну, то есть, да, социалистическая революция, конечно, неизбежна. Просто рабочих надо воспитывать. И у нас даже есть уже разработанная тактика. Надо все делать постепенно. Вот помогать им с небольшими проблемами, совершенно приземленными. Хотят они компенсацию за травму на производстве. Мы им поможем составить требования прямо по букве закона. А когда рабочие увидят, что их справедливые требования не выполняются, они просто, поверьте нам, будут сами с собой радикализироваться. И будут требовать и восьмичасового рабочего дня, будут просить Маркса им разъяснять, и против самодержавия пойдут в конце концов. И, типа, поймите, мы это просто из реального своего опыта говорим. Но убедить теоретиков, конечно, было сложно, и в итоге был принят компромиссный манифест. Текст его, кстати, написал Петр Струве, он несколько раз мелькал у меня в подкасте, если вдруг вы помните. Кремер, Аарон, не был доволен проектом манифеста, но ради объединения уступил и согласился на компромисс между теоретиками и практиками. Ещё, кстати говоря, Кремер был против того, чтобы в названии партии, то есть Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия, вот, он был против того, чтобы в этом названии появилось прилагательное Рабочее. Почему? Ну, потому что из присутствующих на съезде никто, собственно, не был рабочим. Ну, и тут ему пришлось уступить, ну, потому что бренд должен быть рабочим. Простите за каламбур. В итоге в манифесте было написано вот что. Местные группы соединяясь в партию сознают всю важность этого шага и всё значение вытекающей из него ответственности. Им они окончательно закрепляют переход русского революционного движения в новую эпоху сознательной классовой борьбы. Да здравствует русская, да здравствует международная социал-демократия. Получив окольными путями этот манифест, находящиеся в ссылке Мартов и Ленин отпраздновали появление партии. Мартов с вином, Ленин, кажется, бес. Но, несмотря на все предосторожности, полиция всё-таки вышла на след собравшихся революционеров. Делегат из Харькова не смог обнаружить слежку и привёз за собой агента полиции. Полицейский засёк его разговор в Минске с членом ЦК партии Бунд Абрамом Мутником. Чуть позже в Минске были обнаружены и другие иногородние революционеры. Полиция даже установила дом, где проходил съезд, но точное количество участников, их личности и цель собрания установить полиция всё-таки не успела, потому что всё прошло очень быстро и все участники благополучно разъехались. Информация о странном сборище легла на стол к начальнику московского охранного отделения Сергею Зубатову. А Зубатов как раз последние несколько лет занимался реформой политической полиции, внедрял всякие прогрессивные методы слежки, сбора и анализа информации и в предыдущие пару лет он полностью зачистил и разгромил всё московское подполье и как раз в это время занимался масштабированием своей работы. А тут да, как раз в Минске что-то подозрительное происходит, надо разобраться. И вот всю весну в Минске ведётся интенсивная слежка, а летом начинается массовая зачистка по всему западному краю. Бундовцев арестовывают одного за другим, полиция выходит на две подпольные типографии в Минске и Бобруйске и допрашивая арестованных дёргает за ниточки всё дальше и дальше. Вот уже арестована типография в Екатеринославе, то есть в сегодняшнем Днепре. И наконец один за одним в полиции оказываются почти все участники съезда. Аарона Кремера с его холодным характером и талантом конспирации арестовали предпоследним. Начались допросы, в которых Сергей Зубатов был большой мастер. Некоторых активность полиции испугала, многие даже пошли на сотрудничество, но о тактике Зубатова, о его планах и о том, что из всех этих арестов вышло, мы будем говорить в следующем выпуске. А сейчас нам важно, что только что созданная партия фактически оказалась разгромленной и никакой работы в масштабах России даже начать не успела. Это я говорю про РСДРП, будущее КПСС. Так вот, Бунт, в отличие от РСДРП, к этому моменту уже был крупной партией с кучей сторонников и отделений. Бунт, конечно, пострадал тоже очень сильно, но тем не менее продолжил работу. Со следующие полтора года Бунт продолжал организовывать забастовки, их прошло несколько сотен, дело ширилось, люди вступали в партию, а Аарон Кремер все это время сидел в тюрьме. Чтобы переизбрать Центральный комитет партии, Бунт собрал еще один съезд, а потом и еще один. Но все это время РСДРП не делало ничего, а Бунт продолжал быть чисто еврейской партией внутри черты оседлости на Западе империи. Никакого объединения и интернациональной борьбы всего пролетариата Российской империи, как о том мечтал Аарон Кремер достичь не удалось. Без руководства Аарона Кремера Бунт формализовал свои принципы. Что это у нас за партия получилась? Во-первых, это социалистическая марксистская партия. Во-вторых, да, эта партия является частью Всероссийской партии РСДРП, правда, РСДРП пока что у нас в инобиозе. Да, но Бунт занимается чисто проблемами евреев. В-третьих, эта партия антисионистская, то есть дом евреев не где-то там за морем, в Палестине или Африке, а тут, везде, где уже живут евреи. Евреи должны стать равноправными гражданами Российской империи и иметь автономию, но родина их тут. Родной язык евреев идиш, не надо переходить на мертвый язык Торы, иврит, нет смысла его искусственно восстанавливать, да и вообще, религия это яд. Вот такие вот взгляды. Таким образом, прошло полтора года, и в марте 1900-го Аарона Кремера со многими другими бундовцами выпустили, наконец, из тюрьмы, и он сначала поехал домой, но почти сразу же эмигрировал. Небольшая некоммерческая интеграция от меня лично. Я к вам с не очень хорошими новостями, но с такими, с которыми мы можем помочь. А это, согласитесь, по нынешним временам уже выглядит как хорошая новость. В общем, государство Российской Федерации пошло в атаку на благотворительные фонды, в частности, фонду Насилию нет. Банк Тинькофф отключил автоплатежи. А Насилию нет это фонд, который системно занимается проблемой насилия в России. В первую очередь, домашнего, но вы понимаете, что люди, привыкшие к насилию, оправдывают его во всем. Ну, а мы с вами хотим, чтобы насилия было как можно меньше. И поэтому я вас призываю прямо сейчас подписаться на регулярные платежи в этот фонд. Можно и с российских, и с иностранных карт, и криптой тоже можно помогать. Фонд делает множество крутейших и очень нужных вещей. Посмотрите по ссылке в описании. Спасибо вам. Арон Кремер поселился в Лондоне и начал работать в заграничном комитете Бунда. РСДРП, напоминаю, очередной раз по факту не существовало, но так долго продолжаться не могло, потому что России нужна была действующая всеобщая социал-демократическая партия. И она, конечно, должна была наконец появиться и заработать. И с этим связан заключительный заграничный аккорд нашей истории. Итак, в 1903 году наконец было решено провести большой съезд партии РСДРП, чтобы перезапустить партию заново и всерьез. Местом проведения был выбран Брюссель и на этот съезд приехали представители больше 20 организаций со всей империей. Ну и бунт был, естественно, одной из главных сил. Они, в конце концов, основатели партии и они продолжали быть одной из самых крупных и организованных политических революционных сил в империи. Но самым большим авторитетом на съезде пользовался старейший русский марксист и политический эмигрант Георгий Плеханов. А Владимир Ленин, который к этому моменту тоже уже вернулся из сибирской ссылки и горел желанием выстроить партию по самым ортодоксальным марксистским принципам, активно действовала рука об руку с Плехановым. Я вам не буду сейчас рассказывать про этот съезд в подробностях и совсем не потому, что это скучно. Это, на мой взгляд, вообще одна из самых уморительных историй русской революции ever и мне просто жалко рассказывать ее тут наспех, но я вам рано или поздно ее обязательно расскажу. Может, в следующем сезоне. Сейчас мне надо просто вам дорассказать про Бунду и Аарона Кремера. Весь замес на этом съезде заключался в том, что Ленин хотел создать не просто тру-марксистскую партию, а партию профессиональную, деловую и, главное, с твердой иерархией, с подчинением лидеру. Ну, а лидером он видел, конечно, себя. У него была своя программа, свой план и свое видение и никаким компромиссом он не был готов. Ни в коем случае. Так вот, самой главной проблемой для Ленина был именно Бунду. Самая крупная фракция, имеющая огромный опыт практической работы, имеющая кучу ячейок на заводах, проведшей уже сотни забастовок, в отличие от всех остальных вообще. И у Бунда был совершенно не ленинский взгляд на стратегию и тактику общей партии. Выгнать бундовцев был нельзя. Они основатели партии, самая крупная фракция, а на западе империи они просто контролируют все подполье. Чтобы вы понимали, я во втором выпуске сезона рассказывал вам про Курловский расстрел в Минске. Это чуть позже произойдет, там в 1905 году солдаты расстреляют рабочую демонстрацию. Демонстрацию то организовал, конечно, Бунд, а если посмотреть официальный список погибших из 51 человека, то двое в этом списке будут иметь славянские фамилии. Один татарскую, а все остальные будут евреями. Ну, то есть Бунд не просто доминирует в западном крае, он там тотален. Отрезать от всероссийской партии Бунд значит полностью отрезать от партии весь западный край, самый промышленно развитый регион, самыми заряженными индустриальными рабочими, которые имеют опыт в политической борьбе. Но соглашаться с бундовцами Ленин не собирался. Ленин прямо писал в письме своим сторонникам. Надо всем и каждому втолковывать до чертиков, до полного внедрения в башку, что с Бундом надо готовить войну, если хотеть с ними мира. Война на съезде, война вплоть до раскола во что бы ни стало. Только тогда он сдастся, несомненно. А принять нелепую федерацию мы абсолютно не можем и не примем никогда. На съезде начались чрезвычайно утомительные битвы, наполненные крючкотворством, массовыми приступами нарколепсии, атаками Ленина и ехидством Плеханова. Основной спор шел вокруг требований национально-культурной автономии евреев. Ну, по Марксу это никуда не годится. Если вы бундовцы, по сути своей националисты, то как бы валите из партии. А если вы называете себя социал-демократами, то никаких преференций вам не положено. Все нации у нас равны. Но, в общем, было понятно, что основная битва идет не вокруг автономии каких-то наций, а вокруг того, кто будет лидером и кто будет диктовать свою волю всей партии. Бундовец Владимир Мэдом на съезде говорил прямо «Я, не задумываясь, называю проект товарища Ленина чудовищным. Он насквозь проникнут стремлением предоставить центру неограниченную власть, права неограниченного вмешательства во все, что делает каждая отдельная организация. Он не ставит этому вмешательству абсолютно никаких пределов и, уничтожая всякую компетенцию для отдельных подчиненных организаций, подрывает возможность самого их существования. Организации не могут существовать, если им предоставить одно лишь право – повиноваться безропотно тому, что будет приказано выше». Ну да, и что, как бы говорил Ленин. Бундовцы были готовы к компромиссам, а не хотели Всероссийскую партию. Проблема была в том, что Ленин и Плеханов не хотели никаких компромиссов. И тогда бундовцы сами ушли со съезда, развязав таким образом руки Ленину. Без Бунда он смог дожать оставшихся, и программа партии была принята ленинская. Ну, и именно после этой победы, собственно говоря, Ленин стал называть своих сторонников большевиками, а противников, которые остались в меньшинстве после ухода Бунда, соответственно, стал называть меньшевиками. Бундовцы были разочарованы, это прям не то слово. А Аарон Кремер после этого как будто все больше и больше начал отходить от политики. Он мечтал о всеобщей всероссийской марксистской партии, но из этого ничего не вышло. Он мечтал, что Бунт станет той основой, на которой может вырасти интернациональная российская демократия, но Бунт оказался нужен только евреям. Он все меньше занимался делами партии. К 1909 году он полностью отошел от дел. Получил второе образование, инженера-электрика, работал во Франции, а после революции вернулся в Вильно. Вильно к этому моменту стал польским городом и Аарон Кремер работал здесь преподавателем. Политикой он больше не занимался. Умер Аарон Кремер в 1935 году в возрасте 70 лет и его похороны собрали огромный митинг. А в партийной прессе писались просто героические жизнеописания отца партии Аарона Кремера. Я говорю в партийной прессе в 1935 году, потому что Бунт просуществовал без Аарона Кремера все это время. Он существовал пока была Российская империя и даже вполне успешно, а после революции, когда конкуренты большевиков были запрещены, Бунт продолжал деятельность уже в независимой Польше и Литве. А в СССР в свою очередь устоялся такой взгляд на героическую и легендарную историю создания ведущей мировой партии рабочих и крестьян. Первый съезд в Минске был совсем незначительным событием. После первого съезда партия фактически не существовало. И кто там собрался, и что там создал в лохматом в 1898 году, совершенно не важно. Манифест партии, кстати, судя по советской историографии, писал вообще какой-то ноунейм, потому что фамилию Струве никогда не указывали, потому что и Струве тоже в какой-то момент оказался врагом. Марксистский социал-демократический бунт в советских энциклопедиях называли мелкобуржуазной националистической партией. Кремеров же в большой советской энциклопедии два. Альфред, австрийский востоковед 19 века, и Фриц, немецкий скульптор 20 века. Какой Аарон? Мы никакого Аарона не знаем. Рубрика «Чтобы послушать дальше». Сегодня не про Беларусь, а про новый важный проект нашей студии. Это специальный сезон подкаста «Основано на реальных событиях» и спецсезон называется «Постельный режим». Это документальное расследование об одной петербургской больнице. В этой больнице превышение полномочий и даже пытки пациентов стали нормой. Ведущая подкаста Аня Карпова разбирается в том, почему врачи и пациенты по-разному определяют границу между помощью и пыткой. И в том, как насилие проникает в нашу жизнь и со временем начинает восприниматься как что-то нормальное. Ссылка на этот подкаст в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, студия «Либо-либо» и специальный белорусский сезон подкаста «Закат империи». Этот выпуск вместе со мной готовили ресерчер Евгений Луферчик, фактчекер Тимофей Акудович, редактура Катерина Серебренникова, продюсерка Маша Агличева, работа со звуком Семена Аксенов, взаимодействие с партнерами Гуляра Делекторская и Арина Левицкая. До встречи через неделю.